Добрый день, уважаемые друзья. Отдельное спасибо коллегам из JET. Великолепное мероприятие, интересные спикеры. Меня зовут Антон Груздев. Я представляю небольшую, но стремительно набирающую обороты российскую инженерную компанию. Мы разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения. И, собственно говоря, то, чему посвящена наша деятельность, это построение, решение задач автоматизации при построении современной инфраструктуры современными средствами в контексте мультиплатформенности, большого количества различных решений по виртуализации облаков. Один из основных наших продуктов – это, собственно говоря, инструмент автоматизированной миграции виртуальной инфраструктуры. Но для того, чтобы у вас сложилось до конца полное впечатление о том, чем занимается компания, я скажу, что этот продукт, он не одинок, он является частью достаточно большой концепции, которую мы видим как создание такого полноценного мультифункционального программного комплекса, который позволяет управлять современной виртуальной инфраструктурой в условиях, когда вы используете несколько разных платформ, облаков, локаций и свободно перемещаете и управляете вашими ресурсами в таком контексте. И туда входит контекст решения разных задач. Это и миграция, это повышение надежности, это разные сложные задачи управления в таких условиях. Сегодня хочу с вами поделиться практикой того, как мы решаем, собственно говоря, проекты по миграции различной сложности. И сделаю это на конкретном примере, но перед тем, как мы этим займемся, давайте немножко синхронизируемся с вами в таком контексте, потому что один из инсайтов, который лично я для себя постоянно делаю при общении с нашими клиентами, заказчиками, партнерами, это то, что не все одинаково понимают эту задачу, все видят ее со своей колокольни, по-разному, разные акценты там расставляют. Поэтому здесь хочется чуть-чуть этот контекст выровнять между нами. Так вот, давайте сначала ответим на вопрос, что такое миграция, зачем она вообще нужна. И это на самом деле очень бытовая задача для любого владельца современной IT-инфраструктуры, для того, кто эксплуатирует эти сервисы, строит эти ландшафты. В целом органичных, понятных причин, почему можно хотеть перенести инфраструктурный ландшафт в какую-то другую локацию, в другой сот, на другую технологическую платформу, в другое облако, их очень много. Они банальные. Это стоимость, безопасность, SLA, функциональность, куча всего. И как мы с вами прекрасно знаем, есть еще у нас кризисные условия, которые начинают нас двигать туда совершенно другим темпом. Здесь я больше про контекст импорта независимости и того, что какие-то технологии на российском рынке стали недоступны. Все это просто такие естественные драйверы того, что побуждает нас захотеть переместить нашу инфраструктуру. И на самом деле в индустрии эта задача не новая, и ее решают кучей разных способов. Дима до меня рассказывал, как это видится в мире виртуальной инфраструктуры. На самом деле, если посмотреть более широко, существует куча стратегий, связанных с уровнем приложения, с уровнем инфраструктуры, с изменением архитектуры каких-то сервисов, когда мы говорим про современные подходы, cloud native, DevOps, история и прочее. Но неизменно достаточно популярным, ну и понятно, что это тянется просто исторически, самым популярным и простым способом миграции инфраструктурного ландшафта является принцип lift and shift на уровне инфраструктуры. И этому есть простое объяснение. Это, во-первых, достаточно понятно и можно выполнить силами людей, которые сопровождают эту инфраструктуру. Это быстро, это не требует никаких дополнительных расходов и, самое главное, позволяет перенести IT-сервис, какую-то автоматизированную систему, инфраструктурный ландшафт, как есть, не меняя прикладную историю. Вообще никак. Просто взяли, перенесли комплект виртуальных серверов, обеспечили связность, поменяли какие-то их параметры и вуаля, как бы в целом минимальной кровью, достаточно быстро и понятно переехали. Собственно говоря, почему я не перестаю постоянно акцентировать внимание, что времена немного поменялись и очень важен контекст мультиплатформенности. Раньше этих платформ было не так много, как сейчас. Сейчас вы слышали предыдущий доклад, вы сами прекрасно видите, что происходит на рынке. Огромное количество решений, крайне конкурентная среда, много технологических стеков лежат в основе современной инфраструктуры. Они не очень преемственны технологически и представляют из себя достаточно сложные композиции. Более того, эти стеки эксплуатируют, собственно говоря, большое количество облачных провайдеров. И там возникает ровно та же самая история, только мультиплицированная на количество вариаций. И все это, собственно говоря, приводит нас к одной простой мысли о том, что само по себе обилие различных технологий, подходов, платформ и решений, оно не является решением задачи свободы выбора между ними. То есть если вы выбрали какую-то одну, то, что вокруг их много, не значит, что вы легко туда сможете перейти. Просто потому, что есть технологические ограничения. Собственно говоря, эту задачу мы и пытаемся решать при помощи нашего инструмента. И этот инструмент позволяет в едином сценарии взаимодействовать между большим количеством облачных платформ, гипервирзеров, виртуализацией различных вот таких вот инфраструктурных решений. И, собственно говоря, об опыте его применения хочется сегодня рассказать. Свой опыт начну раскрывать с мифов и легенд, которые бытуют на рынке. На самом деле здесь я их так специально назвал. Это не то, чтобы прям мифы и легенды. Это скорее завышенные ожидания, которые сформированы на рынке, исходя из опыта инженеров и специалистов в области платформ виртуализации и сопровождения виртуальной инфраструктуры. Несколько их раскрою просто потому, что очень важно, чтобы мы здесь с вами были на одной волне. Первый миф, что миграция виртуальной инфраструктуры, виртуального инфраструктурного ландшафта, ее можно сделать полностью автоматически. Это неправда. Если вам кто-то скажет об этом, не верьте ему. Да, можно действительно достаточно большое количество рутинных операций внутри этого процесса автоматизировать. И их там как бы на 95% они будут автоматизированы в идеальном картине мира. Но все равно останутся какие-то моменты, которые нужно будет делать вручную. Уникальные для конкретного заказчика, те, которые не автоматизируются как класс. Вы слышали вопрос про сети. Это вот яркий пример. Большая боль достаточно. Второй миф. Миграция VM – это просто утилита-конвертер. Я ей легко воспользуюсь и как бы вуаля. А с одной стороны я не могу сказать, что это неправда. Но дело в том, что конвертация образа виртуальной машины – это, наверное, там 20% всего миграционного процесса с точки зрения сложности задачи и этапности. Это просто маленький-маленький кусочек решения этой задачи. Его можно так решать. Но это не целиком вообще решение задачи миграции. Это неправда. Мой любимый миф, я его слышу просто буквально на каждой встрече с партнером или клиентом, что миграция – это одноразовая процедура. Мы разочек переехали из VMware, я не знаю, куда-нибудь в Zetwirt или в Basis или в Брест. И все. Забыли. Это как страшный сон. Поверьте мне, это не так. Я сейчас вот хохмы ради вам скажу как бы такую реальную картину. Вот поверьте, вы в процессе тестирования перед боевым процессом миграции сделаете эту миграцию несколько раз. Поэтому говорить о том, что она одноразовая процедура, вообще некорректно и неправильно. И не стоит забывать о том, что целевая платформа, она на самом деле может быть тоже несовершенна. Вы туда переехали, поэксплуатировали какое-то время там свой сервис, поняли, что она вас не устраивает и поехали куда-то в другое место, а возможно вернулись назад для того, чтобы стабилизировать контур. Вполне бытовая логика. И очень многие просто разбиваются об этот тезис. Еще одно заблуждение. Очень часто мне клиенты говорят, что им не важно онлайн мигрировать или оффлайн. То есть выключать систему, которую мы мигрируем, или не выключать в процессе миграции. Реальная практика говорит о том, что все на самом деле хотят онлайн. Потому что оффлайн это лютый компромисс. И если есть возможность хоть как-то приблизиться к минимальному даунтайму, будут искать это решение. И, наверное, самое фундаментальное заблуждение, которое есть в контексте миграции виртуальной инфраструктуры, это то, что объектом миграции, как ни парадоксально, является виртуальный сервер. Здесь я, безусловно, немножко играю понятиями, но тем не менее не стоит забывать, что на самом деле объектом миграции является IT-сервис или автоматизированная система, прикладные кусочки, middleware кусочки, которые находятся внутри этого виртуального сервера. Потому что отдельную виртуальную машину, как правило, перевозить никто как бы не намерен. Хотят перевести сервис с определенным SLA. Хотят перевести автоматизированную систему, которая состоит из большого количества компонентов. В этом суть этой задачи. И автоматизируется именно она, а не работа с конкретным отдельным объектом виртуальной инфраструктуры. И вот все вот эти рассуждения на самом деле на практике выливаются в одну простую такую вот фундаментальную истину. На самом деле миграция более-менее сложного инфраструктурного ландшафта внутри виртуальной инфраструктуры это всегда проект. И относиться к этому надо не как к тулу, не как к какой-то разовой процедурке, не как к набору скриптов, а как к полноценному проекту, который нуждается в планировании, оценке, тестировании, проработке какой-то ресурсной модели и так далее. Здесь не мне вас учить, как выглядят проекты в IT-индустрии. И мы выполняем такие проекты достаточно часто. Мы в общем за такую уже обширную практику на российском рынке мы сделали большое количество миграций. Они насчитывают десятки тысяч успешно перенесенных виртуальных серверов в разных конструкциях. И мы видим себе в общем такой идеальный проект миграции, который опирается на три фундаментальные цели. То есть в каждом проекте мы стараемся так или иначе их достичь. Первое. Проект должен быть предсказуемый по срокам. То есть мы должны понимать, сколько эта миграция займет, какой будет даунтайм и все временные параметры должны нами быть осознаны. И мы стремимся к некой целевой картинке. Второе. Он должен быть по максимуму автоматизирован, потому что это на меньшее количество ошибок вас приведет в процессе. Меньшее количество итераций вы сделаете. И собственно говоря, третье. Мы стремимся действительно добиться минимального простоя продуктивного сервиса, если это возможно. Безусловно, бывают исключения. Давайте теперь посмотрим на то, как выглядит, собственно говоря, поэтапно вот такой проектик. Я его поясню вам на небольшом реальном примере, который обладает определенной такой интересностью. Я о ней сейчас по ходу пьесы расскажу. Так вот, начинаем мы любой подобный проект с технического аудита, среды источника, среды назначения. И смотрим мы на самом деле на все. И рекомендую я искренне вам тоже смотреть на все. Мы начинаем с архитектуры автоматизированной системы. Мы осознаем, какие там есть приложения, какие у них есть зависимости на системном уровне. И очень часто, кстати, поверьте, в процессе миграции мы открываем даже нашим клиентам глаза, что там есть какие-то лицензионные истории, зашитые глубоко в продукт, про который все забыли. Какие-то токены наложенных средств безопасности, специальным образом настроенные антивирусные ПО и прочее, 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 про что не задумываются инженеры в процессе планирования миграционного процесса. Ну и естественно пристально смотрим на исходную платформу, на версионность, на операционные системы. В первую очередь уделяем внимание сети, конструкции систем хранения данных, того, как это там реализовано. И как бы несмотря на то, что все манипуляции в процессе миграции наш продукт делает на уровне внутренних механизмов гостевой операционной системы, мы не лазим ни на уровень гипервизора, ни куда-то выше, вот эти вот все нюансы, они все равно важны, потому что это как бы очень сильно отражается на том, как настроена гостевая операционная система. Собственно говоря, в качестве примера у нас с вами небольшая автоматизированная система по своей цели это хранилище и обработчик логов. Построен он на достаточно популярном open-source стеке, который называется graylog. Наверное, многие из вас с ним знакомы. На самом деле с точки зрения конструкции, это кластер в данном случае это 16 узлов. Они все на операционной системе Linux Ubuntu работают. Там где-то на каких-то узлах MongoDB, где-то на каких-то узлах сервиса Elasticsearch, где-то сами компоненты graylogа. Все это работает как единая система. Особенностью подобного рода систем, и почему я, собственно говоря, выбрал ее в качестве примера для вас сегодня, это одновременно является таким ответом тоже на очень частый вопрос. Умеете ли вымигрировать в высоко нагруженные системы? Так вот, подобного класса система, она обладает особенностью, что туда очень много записи осуществляется. Вот на эти 16 узлов в процессе миграции писали с максимальной амплитудой один терабайт в час. То есть это темп изменения данных. И вот, собственно говоря, вот такую конструкцию с вот этой вот особенностью мы и принялись мигрировать в таком почти онлайн режиме. Вот. Соответственно, 16 узлов. Достаточно большой объем хранения, больше 100 терабайт кумулятивно. И вся эта конструкция находится под управлением гипервизора VMware в своем исходном состоянии. Соответственно, такому же аудиту подвергается целевая платформа. Там нас интересует чуть меньше просто достаточность ресурсов, производительность, сетевая связность и особенности того, каким образом там можно создать целевую инфраструктуру. Она там, собственно говоря, готовится. И если до определенного релиза мы, в общем, выполняли работу по подготовке целевых узлов вручную, то сейчас с релиза 2.3, который у нас выйдет в декабре месяце, мы для ряда платформ сделаем адаптеры, которые будут делать это автоматически и будем дальше все больше и больше таких адаптеров писать. Вот. Соответственно, готовится целевая среда, обеспечивается сетевая связность. И когда мы проанализировали исходную целевую среду, мы на самом деле понимаем весь пласт несовместимости, который может принести нам эта конструкция. Очевидно, здесь два разных базовых гипервизора. С одной стороны vSphere, а с другой стороны KVM. Есть особенности настройки образов виртуальных машин, поэтому мы обращаем внимание на все. На загрузчики, на настройки этих гипервизоров, на то, какие драйверы нужно имплементировать, на нотацию имен сетевых устройств, дисковых устройств, на то, какие образы гистевых операционных систем поддерживаются в целевой платформе и так далее. В данном случае у нас целевая платформа – это KVM под управлением OpenStack. Достаточно распространенная тоже конструкция. И прелесть здесь заключается в том, что вся вот эта вот история, она практически полностью автоматизируется нашим инструментом. То есть все вот эти вот стыки несовместимости, они разрешаются на плече автоматизации MindMigrate. Значит, сеть. Вот тут, конечно, как бы возможно, ну, как бы я, как это, наступаю на больную мозоль, но она таковой и является. Сеть – это вообще как бы опорная штука любого, мне кажется, инфраструктурного вопроса. Иммиграция здесь не исключение. Значит, с точки зрения сетевой связанности нас волнует практически все. В первую очередь производительность и доступ, потому что, конечно же, несмотря на то, что там наш инструмент, как правило, не является data proxy, точнее вообще им не является, мы просто манипулируем объектом, а данные передаются с источника на приемник напрямую. Но обеспечить сетевую связанность и доступ по определенным портам все равно приходится. Производительность очень важна. Как вот упоминалось тоже предыдущим докладчикам, иногда возникают задачи и очень часто возникают задачи манипулировать IP-планом, то есть сохранять или не сохранять IP-адреса, менять порядок их получения, потому что платформы могут быть настроены по-разному и так далее. Иногда требуется с точки зрения сети выполнение какого-то количества ручных операций. Например, вот эта вот история с пробросом сетей в конструкцию под управлением OpenStack. Да, в этом проекте она выполнялась руками, потому что требовалось сохранить IP-план изначальный и пока сеть, пока миграция осуществлялась, собственно говоря, покажу здесь небольшую схемку. Приемники работали по временной технологической сети, которая не такая же, как продакшн. И после окончания процесса миграции вручную переключили сеть по целевую платформу и автоматически ее настроили уже при помощи нашего инструмента. И это тоже такая особенность сетевой манипуляции. Использование временной технологической сети. Это, ну, как правило, касается он прем-конструкции, конечно, где клиент может управлять собственной сетью в достаточной степени свободы. И мы на время миграции держим дополнительный технологический сетевой интерфейс для взаимодействия с приемниками и передачи туда данных. При этом, собственно говоря, сам экземпляр MindControl, который в единственном экземпляре здесь установлен в целевой платформе, он просто выполняет роль менеджмента инструмента. Теперь про то, как на самом деле поэтапно идет процесс копирования и управления самой автоматизированной системой в процессе переноса. То есть мы более-менее разобрались с инфраструктурными особенностями самой виртуальной инфраструктуры, как эти серверы там расположены, что с ними происходит. И теперь с каждым отдельным сервером на самом деле происходит следующее. В какой-то момент при полностью запущенной автоматизированной системе, нормально функционирующей, стартует процесс миграции. Делается его полная копия. Все онлайн. Дальше этот сервер переходит в режим асинхронной репликации с управляемым RPO в процессе, который мы можем тюнить в зависимости от нагрузки на сеть. И в этом состоянии сервер может находиться достаточно длительное время и ждать своих коллег. Поскольку я сказал изначально, что серверов 16 в этой практике было, они не все первичную копию делали одинаково, единовременно, потому что это большой объем, 100 терабайт. Мы бы убили канал в процессе и не дали бы системе работать. Поэтому мы разбили их на небольшие группки и последовательно-последовательно завели все, собственно говоря, 16 узлов в режим такой асинхронной до накатки. И, как я уже сказал ранее, максимальная амплитуда вот этого вот потока изменений на кластер, который мы в таком режиме асинхронной репликации могли поддерживать в течение длительного времени, он там в прыжке достигал терабайта в час. Приблизительно 300 мегабайт в секунду. Значит, что важно. Мы находились вот в этом состоянии асинхронной реплики достаточно долго, но в какой-то момент управляемо сделали полную остановку приложения. Как я уже ранее пояснил, вручную администраторы сетевые переключили сеть. Что-то произошло, коллеги? О, вернулось. Отлично. Вот, вручную переключили сеть. Выполнили автоматизировано все необходимые процедуры адаптации, конвертации образов, которые делает уже, в свою очередь, наш продукт полностью автоматически. И с доступностью новой сети поднялись. Теперь по времени. То есть вот вся подготовка к этому кейсу с точки зрения проектной работы заняла приблизительно неделю. Ну и надо сказать справедливости ради, это был не первый кейс миграции такой конструкции для нас. В первый раз мы потратили больше недели на осознание всех нюансов. После этого с момента практического старта непосредственно процедуры копирования миграционного вот этого всего действа до полной готовности к автоматизированному переключению потребовалось 4 дня. И это произошло вот настолько долго, потому что много данных и большой поток изменений. То есть это сходящийся процесс, но требуется время для того, чтобы сделать первую копию и накатить все необходимые изменения. Но сам даунтайм, то есть время, которое система была недоступна, занял полтора часа на круг. Это все ручные действия сетевых администраторов и переключение на целевую платформу. Вот чтобы было просто у вас понимание того, сколько реально по времени это занимает. Важная часть, про которую никто практически не думает и если даже задумывается, то постоянно начинает дуть на воду и как будто смотреть не в ту сторону. Миграция – это достаточно сложная мейнтенненс процедура, такая технологическая. И надо трезво отдавать себе отчет в том, что львиная доля ошибок, которая возникает, а их возникает очень много, связаны с какими-то особенностями в самих объектах миграции, в платформах источника приемника, в приложении. Может происходить в процессе миграции все, что угодно. И одним из очень важных элементов этого процесса является возможность централизованного мониторинга этого процесса, всех объектов, которые там участвуют, сетевой связанности между, нагрузки и так далее, и так далее, и так далее. Возможности быстро оттуда выгрузить диагностическую информацию и разобраться, что не так, сбоит сам инструмент миграции или сбоит какой-то объект, с которым вы работаете. И это немногим очевидно. Мониторинг и средства диагностики в процессе миграции крайне важная штука. Ими не стоит пренебрегать и нужно обращать на это внимание, когда вы выбираете подход и инструмент. Итого. Как бы кейс по миграции достаточно объемной инфраструктуры, с большим объемом хранения, с большой интенсивностью записи именно фактических изменений на 16 узлах, мы по сути с подготовительной недели смогли смигрировать за четверо суток с достижимым даунтаймом в полтора часа. В целом все остались очень довольны. На самом деле это достаточно такой успешный проект. Клиент, в общем, был крайне впечатлен подходом. Вот, собственно говоря, такой пример вам хотел сегодня показать. И дальше я готов поотвечать на ваши вопросы. Во-первых, аплодисменты. А во-вторых, уже готов вопрос. Раз, два. Добрый день. Скажите, я правильно понимаю, что миграция в данном кейсе была, ну, происходила, может быть, даже в одном цоде? То есть, в принципе, вижу по скорости, каналы не сильно были ограничены. Сетевых ограничений не было. Это, по сути, было 4 10-гигабитных интерфейс. Тогда вопрос. А если это сильно геораспределенная задача, где надо смигрировать одну инфраструктуру в другую, помог бы ваш инструмент? Да, конечно. И как? Смотрите, на самом деле, как бы степень удаленности локаций между собой, при наличии между ними сетевой связанности, это просто вопрос времени. То есть понятно, что мы в любом проекте делаем на этапе технического аудита сайзинг, в том числе и по производительности. То есть мы смотрим на каналы, смотрим на объем данных, на интенсивность записи и просто математически понимаем, при вот таком канале мы можем это сделать онлайн или нет, и сколько это времени займет. С точки зрения технических ограничений никаких ограничений нет. Мы сделаем это через интернет, если вам удобно. То есть миграция, кейс между публичными облаками вполне. Спасибо большое. Не забываем представляться, как вас зовут и откуда вы. Без какой компании имеется в виду. Дмитрий, Транснефть технологии. Хотел спросить, вот в продолжении того вопроса. То есть у вас где-то проверяются вот этих кусочек целостность, потому что на больших каналах может какие-то данные потеряться. Да, конечно. Мы контролируем целостность и в целом копирование данных делается на блочном уровне. То есть мы копируем блочное устройство хранения, которое управляется виртуальным сервером. И мы делаем по сути асинхронную копию, используя технологии снэпшотов. То есть потери вот этих вот кусочков при передаче, но они исключаются. Мы контролируем консистентность на блочном уровне. Спасибо большое. Дальше вот сюда, пожалуйста, мы и до вас дойдем. Добрый день. Александр, цифровая технология. У меня как бы по существующему кейсу есть вопросик. Процентное соответствие мигрируемой инфраструктуры в новую. Если оборудование отличается, можем ли мы произвести миграцию с апгрейдом? Насколько это возможно? Вы имеете в виду изменить конфигурацию виртуальных серверов относительно изначально? Да. Вообще без проблем, да. На самом деле мы из всех конфигурационных параметров, которыми мы ограничены или на которые завязаны в целевой среде, это только размер дисковых устройств, которые презентованы виртуальным сервером. Они должны быть не меньше, иначе может не влезть. Что касается там CPU, памяти, настройки сети, они могут быть другими. Потому что старая инфраструктура устаревшая уже. Да, да, да. Можно в процессе прям менять конфиг. Спасибо большое. Вот в той области… Спасибо большое за доклад. Волков Олег, Первая сеть. У меня такой вопрос. Продолжение предыдущего. Ну вот при аренде физических серверов с одного СОДа переезд в другой, без переноса оборудования, вероятно, ваш продукт очень поможет. Вопрос. На что стоит обратить внимание при таком переезде? Потому что бывает такое, что люди переезжают из, допустим, рядованных за границей за пределами Российской Федерации к нам. И он очень актуален с точки зрения того, что, опять же, там рядуются сервера одни, здесь у нас по импортозавещению сервера другие. В общем, вопрос в этом. На что стоит обратить внимание и как бы вы построили этот процесс переезда с OnPrem на OnPrem систему? Ну, здесь я хотел бы уточнить. Вы говорите про физические серверы, в смысле про bare metal или просто про OnPrem, который… Ну, смотрите, с точки зрения bare metal конструкции, мы в работе своего инструмента, именно инструмента автоматизации, я сейчас не про услуги и прочие вещи, мы решаем только кейс bare metal в виртуальный сервер. То есть мы не позиционируем инструмент для миграции между двумя разными bare metal машинами, потому что там есть много специфики, завязанной на hardware слой. Но миграция из, ну, такая P2V, physical to virtual, она вполне возможна. Собственно говоря, нюансы, на которые нужно обратить внимание, они все были в кейсе. Их достаточно много, там повторить их смысла нет. В основном это особенность там как бы построения инфраструктурного ландшафта от приложения дальше вниз до каких-то зависимых инфраструктурных штук, на которые опирается приложение. Все. А в целом кейс будет ровно такой же. Спасибо. Еще вот у нас не задействованный участник, да? Сейчас до вас доберемся, доберемся просто. Спасибо за доклад. Олег Адвантум. А подскажите, можете ли дать какие-нибудь советы по организации софта, там, инфраструктуры, чтобы быть более готовым к миграции? Вот вы сказали, что это проект, и это не разовая процедура. То есть, да, мы можем завтра уехать там в Яндекс, послезавтра за границу. Как нам строить с вашей точки зрения свой проект, чтобы он был больше готов вот к этому делу? Ну, смотрите, да, здесь на самом деле какого-то быстрого ответа не будет, и мы можем с вами отдельно на эту тему поговорить, там, обменяться контактами и с чем-то помочь, да? Но на самом деле я вам искренне советую потестировать, во-первых, различные подходы и инструменты, и понять, подходят ли они конкретно под ваш ландшафт, потому что могут быть нюансы, о которых вы даже не предполагаете. Здесь как бы начать нужно именно с тестирования, с осознавания того, какие там объекты, которыми вы оперируете. Это могут быть просто виртуальные сервера, это могут быть какие-то контейнерные конструкции, специфическая middleware, что-то еще, да? Но как бы нужно просто прислонить какие-то инструменты именно к вам. И тогда уже появится просто больше вопросов, на которые нужно ответить.